сегодня по вашим заказам просили рассказать про мужчинку брал в прокате на которой мы ездили здесь во время отпуска на гавайях и сегодня ее уже надо отдавать поэтому это как бы последняя возможность я в машинах вообще ноль тем более в американских они мне никогда не нравились и не нравится поэтому я про него вообще абсолютно ничего не знаю я могу только показать что здесь есть рассказать и как бы свои впечатления значит это mustang 2016 года конверте был но я даже не знаю какой здесь мотор потому что они бывают разной версии я никогда не открывал капот в общем здесь вот это открывание багажника здесь вот открывание капота они бывают версия четырех цилиндровый обычный однорядный то есть тверка и 4 здесь блин очень маленькая зашел так без короче не знаю кто такой знала как двумя руками одной приподнимать а другой нащупать сейчас отключусь в общем компу капот открывается очень короче трудно вот эту хрень ее фиг нащупаешь то есть видите какая она низкая они же короче уровня то есть ее надо у тебя рука не пролазит надо одной рукой приподнимать капот второй сюда залазить ее еще видите надо блин сильно дави короче я не знаю вот смотрите мотор написано это должен быть четырех цилиндровый потому что v6 по-моему не эко-буз но я хрен его знаю я даже не хочу 4 цилиндровый но это только как мое мнение по специалисты по машинам пишите здесь всякая там общая информация то есть объема вот этих жидкость и они бывают еще в 8 вот то есть это именно американская версия вот то есть почему европейская версия отличается там и моторы другие там v6 по моему нету вообще то есть видите и закрывается он тоже хреново баб по-другому там отличие дизайна и фар короче то есть там много много отличий где-то есть видео на ютубе 10 отличий мустангов американских и европейских то есть в любом случае хоть там v6 хоть и 4 это как по мне вообще разница не принципиальная там больше 300 лошадиных сил в 6 по моему 300 а эко-буз этот 4 цилиндровый по моему 305 вот в общем внешность достаточно красивая то есть вот смотрите какие фары там туманки поворотники там это повторители такой короче как типа спойлер вот здесь вот решеточка здесь мустанг дальше колеса хер его знает я не знаю какого они размеры честно вам скажу они бывают по моему 17 или 18 здесь на покрышках должен быть где-то размер написан 235 r18 то есть это 18 18 и это диски вот значит это не базовая модель а какая-то апгрейднутая но вот тоже время она не тут в общем это какая-то средняя модель то есть в базовой там идут диски на 17 и сиденья там идут обычные не кожаные плюс там еще есть версия как бы с ручной коробкой тоже то есть это как бы не самая дешевая но я так понял не топовая что-то среднее вот значит две двери стекла естественно безрамные потому что в купешках я не знаю какие в купешках могут быть равные и безранные здесь просто равные не могут быть потому что это кабрика здесь должно когда ты хочешь полностью открыть здесь не должно быть херни то есть ну вот такие вот линии здесь для заправки бензином бензобак крышки нету то здесь ни хрена не откручивается здесь видите без крышечная система изи фуэл называется то есть просто туда суешь пистолет заправочный заправляешь почему-то на объект заправка где заправлялся с этим бензобаком ни хрена не работает как ну чтобы не держать все время а ты там такая защелка она все время отстреливает видимо там больше давления чем в обычном я не знаю то есть у меня не получилось по крайней мере еще пять лет пользуюсь американскими заправками с моей машиной у меня никогда не было проблем зато тоже выглядит достаточно красиво то есть видно есть небольшая разница с 2016 годом здесь а повторители тормозов это задний ход я не знаю как европейской линии если нет в америке везде третий стоп сигнал он обязателен то есть без него вообще нельзя даже ездить две трубы выхлопные ну и сзади что-то вот тоже типа спойлера в бордюр я въехал немного он там поцарапался но хрен его знает я думаю они не заметят но если заметят скажу это было значит тут я не знаю что это поворотники или просто для красоты в общем как бы ну внешность то есть вам видно что здесь рассказывать зеркала с подогревом и видите есть маленькие зеркальца такие для слепых зон это кстати хорошо складываются они по моему только вручную дворнички вот внешность хорошая так размеры ну габариты сами видите то есть вот стоит Mazda 3 сейчас посмотрим как она примерно с ней по размеру ну хрен его знает а ну 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 я думаю что нужный просвет видите меньше или это спойлеры забирают ну и ниже она по моему по высоте а по длине по длине она длине однозначно причем надо хрена наверно на целый метр или на полметра в общем посмотрим салон там короче у нас все завалено вещами а давайте же покажу вам багажник сначала то есть обычно в кабриках багажники не радуют в чем их проблема потому что туда в то же место где багажник складывается крыша но здесь фут 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 с этим все нормально то есть видите достаточно большой багажник то есть вот у меня лежит раз рюкзак сумка вторая сумка спиннинги вот так вот ложатся ну чуть-чуть вот так вот там еще сумка и там еще дофига дофига места вот то есть вон до туда во все идет багажник открываться он может тремя способами двойное нажатие с брелка открывает потом здесь снизу есть кнопка то же самое открывает когда машина и кнопка салона там где я вам показывал открывание капота слева от руля камера заднего вида вот вот это я не знаю что за лабудень не буду вас обманывать я хрен его знаю что это это наверное антенна радио так давайте смотреть салон значит сразу вам говорю двери открываются офигенно то есть сюда влезет кто угодно вот смотрите пространство ну ясно это купешка вот это вот лабудень светится то есть здесь светится синий мустанг но это тоже в этой версии в базовой я так понял или вы это дополнительно докупаете или она в базовой не идет потому что я смотрел на ю тубе про базовую версию обзор там нету вот этой хрени и здесь тоже сейчас днем я вам не покажу то здесь как бы есть сенсор приближение то есть он чувствует когда ты подходишь он сам отмыкается вот и когда ты подходишь вот так вот к машине ты идешь вот здесь появляются такие здоровые белые лошади то есть вот точно такой же как знак мустанга вот вот такая лошадь яркая-яркая появляется вот здесь вот возле двери то есть когда ты вот так вот подходишь джук такие лошади с двух сторон я когда первый раз увидел я охренел я не знал что тут такое есть откуда они происходят я не знаю дверь как бы закрытая она она откуда-то блин наверное вот отсюда из этой хрени я так думаю что это отсюда или это камера ну камера что она так вниз вот это наверное проектор этих лошадей мне так кажется вот то есть такие как а ну не так как лучами идет а прямо кажется что они нарисованы короче на земле очень круто ну сейчас они наверное тоже есть но их не видно я не знаю вот то есть открывается все садишься все удобно самое важное конечно это кабель давайте сразу блин ну короче не будет ничего видно наверно ладно пофиг давайте откроем крышу то есть я вам уже в каком-то видео показывал но если здесь уже как бы более-менее обзор так крышу мы так все равно не откроем нам надо машину завести значит завести ее пофиг то есть главное чтобы ключ был где-то в машине то есть я его обычно сюда кладу как бы ну может можно и дальше я не знаю я не тестировал вот значит оно там пищит что дверь открыта значит здесь вот это закрыто ручка сама такая из резины то есть она мягкая поворачиваешь и потом жмешь сюда сначала оно опускает все стекла передние и задние потом складывается то есть время раскрытия вы увидели давайте сразу закрытия посмотрим вот то есть проблем нету все быстро все четко то есть раз закрылась стекла оно не закрывает вам надо самим закрывать так давайте еще раз то есть проблем никогда не было но держать надо то есть если вы отпускаете оно останавливается держать надо до самого конца потому что там где вы отпустите там оно и будет вот это я кстати не знаю что за лабуда я никогда их не трогал короче короче лучше это не трогать ничего короче я не знаю что это я даже кстати не видел этих кнопок зеркала с подогревом пассажирская подушка безопасности свет в общем это все фигня ладно давайте закроем потому что не видно ну в принципе что тут смотреть в общем сами видите дизайн то есть обшивка дверей здесь здесь вот этот пластик твердый но он более-менее такой нормальный то есть он не чувствуется каким-то super дешевым то есть он вот этот вот пластик тяжелый здесь естественно дерман tin все под кожу вот это вот все обшито здесь опять идет везде пластик здесь динамики здесь динамики здесь динамика и здесь получается с этой стороны три я не знаю сколько их всего тоже музыка вот это шейки здесь стоит так здесь у нас получается отомкнуть замкнуть опускание задних задних стекол одной кнопкой и передних то есть отдельно это одно то отдельно то поднимается опускается вот все здесь больше ничего нету это скорее всего противотуманки блин я охренел я запарился искать тогда вот эту кнопку не мог ни хрена найти хотел включить вот туманки я думал они где-то здесь должны тут оказывается отдельная фигня и в общем это управление фарами то есть тут автомат или вручную короче я это ничего не трогал но это все управляет светом то есть переключение с автоматического на ручной а но это короче наверное выключена это ходовые огни это фары и это на автомат все то есть я уже здесь разобрался что вот это я не знаю какие-то больше меньше а это яркость яркость панели туда на максимуме стоит значит дальше руль мне понравился то есть нельзя сказать что он супер-пупер но на хороший руль очень хороший то есть он очень удобный удобная форма здесь все вот эти вот как бы большие промежутки то есть ну никогда не испытываешь как бы проблему всем чем то есть рулем именно с его формой и вот с этой вот такой трехспицевой раскладка у меня не было в каких-то случаях него даже больше моего нравится но вот это вот фигня мне удобно и не показалось может конечно надо привыкать но здесь короче когда ты едешь если ты хочешь не глядя это все делать эти кнопки нифига как вот эти джойстики они невнятные то есть обычно делают на центральной какую-то метку а здесь у них метки сделаны ну короче как с виду ну со временем от привычки ты как бы научишься но я как бы за неделю все равно не попадал в них нифига в эти то есть ты едешь ты не смотришь лишь не смотрю на эти кнопки их на ощупь нажимаю но я как говоришь у попадания с первого раз круиз-контролем тоже наверное дело привычки но мне она показалась тоже неудобно то есть включение выключение на хрена но вообще здесь нужно в самом как бы месте которая тебе всегда хочется нажимать то есть это ты редко этим пользуешься тебе надо один раз включить его вот один раз выключить вон загорается круиз-контроль вот его выключать он больше мне не нужен на фига он вот постоянно здесь пусть они могли бы просто сделать вот как как одну кнопку там включить выключить ну вот это плюс-минус как бы удобно но вот этот резюме отмена ну средне то есть мне кажется можно было бы здесь сделать получше но нельзя сказать что она как-то супер неудобно то есть со временем я привык но я очень часто ездил на круиз-контроля больше здесь дороги пустые плюс ограничения скорости плюс большие штрафы поставил просто на круиз-контроль и можешь ехать до хрена вот этим я ничем не пользовался то есть я телефон подключал но здесь как ты постоянно на улице поэтому экономишь зарядку я не не пользовался не включал bluetooth плюс мне как бы никто здесь особо не звонит вот это управление то есть обычный джойстик управление музыкой то есть как бы то же самое ничего необычного с ним проблем нет там громкость и вправо влево и меню все то есть а вот этим джойстиком вы управляете вот этим меню здесь у нас два вот этих вот получается гаджета вот этих вот приборных то есть один показывает нам обороты умножить на тысячу в минуту и там еще показывает вон температуру двигателя тормоз там парковочный прочую всякую фигню 2 нам показывает скорость почему-то она называется ground speed то есть это обычно у самолетов там ground speed а здесь не тоже используют ground speed не знаю почему так здесь есть вон в милях и в километрах то есть до 160 миль но я как вам говорю я не гонщик поэтому я больше ста на нем как не разгонялся сто он едет просто вообще как это для него очень не скорость то есть нажимаешь он уже 100 вот если в спорте если в обычном режиме то нет конечно здесь в меню есть всякая хрень такая же как и везде то есть как во всех машинах но вот здесь есть видите некоторые там уникальные вещи там типа как вакуум boost температура головок цилиндров температура впрыска давление масла ну короче вот это вот всякая фигня ну я не знаю где она есть нет у меня например нету и гоночные приложения то здесь к примеру вот ускорение вам чтобы не париться там вот с какими-то как датчиками программами здесь все это встроено то есть разгон от 0 до 30 от 0 до 60 до сотни и время на одну восьмую милю 1 4 т.д. это как только для трека но она работает здесь написано только используйте на треке но она работает везде то есть в режиме спорт они в трек она тоже работает вот я пробовал и ускорение производительность тормозов в общем все это для гонок тоже никому не интересно